Уважаемые дамы и господа, добрый день. Надеюсь, у всех есть возможность слушать перевод. Для тех, кто не владеет русским языком в совершенстве, я знаю, что многие из вас русский язык знают, многие учились в нашей стране. Спасибо еще раз. Дамы и господа, мы собрались сегодня отметить День Африки, праздник, который символизирует несгибаемую волю африканских народов и их бескомпромиссную борьбу во имя свободы и независимости. Наша страна сыграла ведущую роль в процессах деколонизации, закреплении результатов этих процессов в решениях Организации Объединенных Наций. К сожалению, некоторые из этих решений до сих пор саботируются бывшими метрополиями, и мы солидарны с вашими требованиями о необходимости завершить, наконец, полное освобождение Африки от остатков колониального наследия. Сейчас разрешите зачитать послание президента Путина, главам государств и правительств стран Африки. Я цитирую. Уважаемые дамы и господа, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки, праздника, символизирующего стремление стран вашего континента к свободе, независимости, миру и процветанию. В нынешнем году отмечается 20-летие преобразования Организации Африканского Единства в Африканский Союз. Это событие знаменовало выход панафриканской многосторонней структуры на качественно более высокий уровень взаимодействия в политической, социально-экономической и других сферах. За прошедшие два десятилетия африканским государствам совместными усилиями удалось добиться весьма многого. Налажены механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, последовательно продвигаются региональные интеграционные процессы в различных форматах. Африка пользуется растущим авторитетом на мировой арене, и играет все более важную роль в решении важных вопросов международной повестки дня. Наша страна всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнерами. Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит России-Африка создал хорошие условия для расширения полдотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе. Уверен, что действуя сообща, мы обеспечим разработку и реализацию многих полезных и перспективных проектов и инициатив в самых различных областях на благо наших стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всем мире. Искренне желаю вам здоровья, успехов в государственной деятельности, а всем вашим согражданам мира, благополучия и процветания. Владимир Путин Добавлю от себя еще несколько мыслей. Нет никаких сомнений, что достигнутый уровень политической и экономической интеграции в рамках Африканского Союза не предел. Уверен, что наши друзья продолжат движение вперед и добьются всех поставленных целей в интересах обеспечения благополучия и процветания своих стран. Мы будем и далее оказывать всестороннюю поддержку, развивать взаимовыгодное сотрудничество. Российско-африканские отношения носят традиционно дружественный характер и успешно, поступательно развиваются. В лице России африканские страны всегда имели и будут иметь надежного партнера и друга. Сегодня мы сталкиваемся с нечистоплотными попытками отдельных западных стран оказать сдерживающее влияние на наше взаимодействие с Африкой, имея в виду прежде всего объявленную Вашингтоном и его европейскими сателлитами тотальную гибридную войну против России в связи с началом специальной военной операции на Украине, о причинах которой вы прекрасно осведомлены. Хотел бы вновь подчеркнуть, речь не только и не столько об Украине, которая стала разменной монетой в глобальной антироссийской игре. Основная проблема в том, что узкая группа западных государств во главе с Соединенными Штатами не оставляет попыток навязать международному сообществу концепцию так называемого миропорядка, основанного на правилах. Под этим лозунгом откровенно, без какого-либо стеснения, продвигается однополярная модель мироустройства, предполагающая деление стран на исключительных и всех остальных, которые обязаны подчиняться требованиям клуба избранных. Органичной частью этого неоколониального курса стала работа американских конгрессменов, которые сейчас готовят проект закона о противодействии, цитирую, враждебной активности России в Африке. Аналогичную линию Соединенных Штатов, Соединенные Штаты и их союзники проводят и в отношении развития сотрудничества Африки с Китайской Народной Республикой. Попытки повернуть историю вспять и вновь подчинить себе народа континента грубо нарушают суверенитет и независимость государств региона, тем самым ставят под угрозу всю систему международных отношений, которые базируются на уставе ООН, прежде всего на принципе уважения суверенного равенства государств. С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную позицию, объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Мы знаем, что бесцеремонные линии поведения западных стран вызывают подчас открытое неприятие на африканском континенте. Уверен, что африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона, и мы высоко ценим Вашу готовность и далее расширять политический диалог с нашей страной, наращивать экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие. Нам необходимо в интересах наших народов совместно работать над сохранением и расширением взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей в новых условиях, чтобы опираться на надежные логистические и финансовые механизмы, защищенные от внешнего вмешательства. Важно способствовать обоюдному выходу российских и африканских экономических операторов на рынки друг друга, поощрять их участие, участие бизнеса в масштабных инфраструктурных проектах. Все эти задачи находятся в центре внимания при подготовке уже второго саммита России-Африка. Рассчитываем совместно с африканскими друзьями в ближайшей перспективе согласовать параметры проведения встречи в верхах и ее содержательное наполнение. Мы знаем, что страны Африки одни из наиболее уязвимых в плане обеспечения продовольственной безопасности. Часть государств континента критически зависит от импорта сельскохозяйственной продукции из Российской Федерации. Мы отдаем себе отчет, что эти поставки имеют большое значение для сохранения социальной стабильности, для достижения ориентиров, предусмотренных одобренными в ООН целями устойчивого развития. Хотел бы еще раз твердо заверить, Россия выполняет и продолжит добросовестно выполнять свои обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок продовольствия, удобрений, энергоносителей и других остро необходимых Африке товаров. Одновременно призываем наших друзей, Африканский Союз, потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмена незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан. Более принципиальную позицию в этом вопросе должен занять и генеральный секретарь ООН. Конечно, не могу сегодня не упомянуть о такой традиционной сфере партнерства, как подготовка профессиональных кадров. Сегодня в нашей стране обучается около 30 тысяч африканских студентов. Правительство России приняло решение о последовательном увеличении общей квоты ежегодно принимаемых обучающихся с африканского континента. Помимо студенческих обменов продолжим уделять повышенное внимание расширению и углублению общественных, научных, молодежных, спортивных контактов. Дорогие коллеги, уважаемые друзья, хотел бы в заключение еще раз от всей души поздравить вас с праздником. Поздравить, наверное, всех нас с праздником. Пожелать мира и процветания нашим народам и странам. А вам лично и вашим близким пожелать здоровья, успехов, благополучия и всего самого-самого доброго. Благодарю за внимание. Аплодисменты.